Ведьма и солнцева сестра. В некотором царстве, далеком государстве, жил-был царь с царицей. У них был сын Иван-царевич, сроду немой. Было ему лет двенадцать, и пошел он раз в конюшню к любимому своему конюху. Конюх этот сказывал ему завсегда сказки. И теперь Иван-царевич пришел послушать от него сказочки. Да не то услышал. — Иван-царевич, — сказал конюх, — у твоей матери скоро родится дочь, а тебе сестра. Будет она страшная ведьма, съест и отца, и мать, и всех подначальных людей. Так ступай, попроси у отца, что не есть наилучшего коня, будто покататься, и поезжай отсюда, куда глаза глядят, коли хочешь от беды избавиться. Иван-царевич прибежал к отцу и сроду впервой заговорил с ним. Царь так этому возрадовался, что не стал и спрашивать, зачем ему добрый конь надобен. Тотчас приказал, что не есть наилучшего коня из своих табунов, а седлать для царевича. Иван-царевич сел и поехал, куда глаза глядят. Долго, долго он ехал, наезжает на двух старых швей и просит, чтобы они взяли его с собой жить. Старухи сказали, — мы бы рады тебя взять, Иван-царевич, да нам уж немного жить. Вот доломаем сундук иголок, да и зашьем сундук ниток, тотчас и смерть придет. Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал, подъезжает к вертодубу и просит, примень меня к себе. — Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне жить остается немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями, тотчас и смерть моя. Пуще прежнего заплакал царевич и поехал все дальше и да дальше. Подъезжает к вертогору. Стал его просить, а он в ответ, — рад бы принять тебя, Иван-царевич, да мне самому жить немного. Видишь, поставлен я горы ворочать. Как справлюсь с этими последними, тут и смерть моя. Залился Иван-царевич горькими слезами и поехал еще дальше. Долго-долго ехал. Приезжает, наконец, к солнцевой сестрице. Она его приняла к себе, кормила, поила, как за родным сыном ходила. Хорошо было жить царевичу, а все нет-нет, да изгрустнется. Захочется узнать, что в родном дому деется. Взойдет, бывало, на высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что все съедено, только стены остались. Захочется вздохнет и заплачет. Раз этак посмотрел, да поплакал, воротился, а солнцевая сестра спрашивает, «Отчего ты, Иван-царевич, нонче заплаканный?» Он говорит, ветром в глаза надуло. В другой раз опять тоже. Солнцевая сестра взяла, да и запретила ветру дуть. И в третий раз воротился Иван-царевич заплаканный. Да уж делать нечего, пришлось во всем признаваться. И стал он просить солнцевую сестрицу, чтобы отпустила его добра молодца на родину понаведаться. Она его не пускает, а он ее упрашивает. Наконец упросил таки. Отпустила его на родину понаведаться и дала ему на дорогу щетку, гребенку, да два моложавых яблочка. Какой бы ни был стар человек, а съест яблочко, вмиг помолодеет. Приехал Иван-царевич к Вертогору. Всего одна гора осталась. Он взял свою щетку и бросил в Ачистополе. Откуда ни взялись, вдруг выросли с земли высокие-высокие горы, верхушками в небо упираются. И сколько тут их, видимо-невидимо? Вертогор обрадовался и весело принялся за работу. Долго ли, коротко ли? Приехал Иван-царевич к Вертодубу. Всего три дуба осталось. Он взял гребенку и кинул в Ачистополе. Откуда что? Вдруг зашумели, поднялись из земли густые дубовые леса. Дерево, дерево толще. Вертодуб обрадовался, благодарствовал царевичу и пошел столетние дубы выворачивать. Долго ли, коротко ли? Приехал Иван-царевич к старухам. Дал им по яблочку. Они съели, вмиг помолодели и подарили ему платочек. Как махнешь платочком, станет позади целое озеро. Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала, встретила его, приголубила. «Сядь, — говорит, — братец, поиграй на гуслях, а я пойду обед приготовлю». Царевич сел и бренчит на гуслях. Выполз из норы мышонок и говорит ему человеческим голосом. «Спасайся, царевич! Беги скорее! Твоя сестра ушла зубы точить!» Иван-царевич вышел из горницы, сел на коня и поскакал назад. А мышонок по струнам бегает, гусли бренчат, а сестра и не ведает, что братец ушел. Наточила зубы, бросилась в горницу. Глядь, нет ни души, только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма, так и скрипит зубами и пустилась в погоню. Иван-царевич услыхал шум, оглянулся, вот-вот нагонит сестра, махнул платочком и стало глубокое озеро. Пока ведьма переплыла озеро, Иван-царевич далеко уехал. Понеслась она еще быстрее, вот уж близко. Вертодуб угадал, что царевич от сестры спасается. И давай вырвать дубы, довалить на дорогу. Целую гору накидал, нет ведьмы проходу. Стала на путь прочищать, грызла, грызла, на силу продралась, а Иван-царевич уже далеко. Бросилась догонять, гнала-гнала, еще немножко и уйти нельзя. Вертогор увидал ведьму, ухватился за самую высокую гору и повернул ее как раз на дорогу, а на ту гору поставил другую. Пока ведьма карабкалась, долезла, Иван-царевич ехал, доехал и далеко очутился. Перебралась ведьма через горы и опять погнала за братом. Завидела его и говорит, теперь не уйдешь от меня, вот близко, вот нагонит. В то самое время подскакал Иван-царевич к теремам солнцевой сестрицы и закричал, солнце, солнце, отвори оконце. Солнцева сестрица отворила окно и царевич вскочил в него вместе с конем. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою. Солнцева сестра ее не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма, пусть Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого перевесит. Если я перевешу, так я его съем, а если он перевесит, пусть меня убьет. Пошли. Сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведьма полезла. Только ступила ногой, как Иван-царевич вверх и подбросила, да с такою силою, что он прямо на небо попал, к солнцевой сестре в терема, а ведьма-змея осталась на земле. Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою, торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену, скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти? Отвечает купчиха, я у тебя всем довольна, всего у меня много, а коли угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо чудное. Хорошо, коли найду куплю. Поплыл купец за три девять земель в тридесятое царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его, что так призадумался, раскручинился, добрый молодец. Как мне не кручиниться, отвечает купец, ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где. Эх ты, давно бы мне сказал, пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть продам. Пошли вместе, старик привел купца в свой дом и говорит, видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит, вижу, так смотри же, что с ним будет. Эй, гусь, подь сюды. Гусь пришел в горницу, старичок взял сковороду и опять приказывает, эй, гусь, ложись на сковороду. Гусь лег на сковороду, старичок поставил ее в печь и сжарил гуся, вынул и поставил на стол. Ну, купец добрый, молодец, садись закусим, только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай. Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор!» Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво-дивное, чудо-чудное!» сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день не купленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавке, а к купчихе полюбовник прибежал. гусь, такому гостю, другу сердечному она куды как рада, вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала «Гусь, подь сюды!» Гусь пришел в горницу «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха сердилась и ударила его сковородником и в ту же минуту одним концом сковородник прильнул гусю, а другим к купцовой жене и так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружок!» закричала купчиха «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!» Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать, только мало кто из них дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ, на то диво смотреть, вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно, что это за друзья у жены появились? «Признавайся», говорит, во всем, «не то навек так сольнувшись, останешься?» «Нечего делать, повинилась купчиха». Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая, «Вот тебе, диво-дивное, вот тебе, чудо-чудное!» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...